Сегодня немного хотел сказать про программку LittleNoveMap. В общем-то, по сути своей, это планировщик полетов. В некотором смысле, как тут считают некоторые мои подписчики... Сергей, кстати, тебе спасибо за ссылку на нее. Она лучше, чем Plan-G, которым многие пользуются. Тем более, эта программа тоже постоянной разработки. Вот сейчас версия 1.22 доступна. Программа абсолютно бесплатная. Ссылка, поэтому, я в описании к этому ролику дам. Понятно, то есть, программа совершенно не секретная. Ну и, собственно, перейдем к ней. Запускается она и выглядит после запуска. Вот таким вот образом. Единственное, она при первом запуске спрашивает, где находится ваш симулятор. Работает она с FSX и Prepar3D. То есть, рассчитана именно на эти две программы. Насколько понимая, с X-Plane она по умолчанию, по крайней мере, не работает. Вот такая вот тут грузится сразу карта. Всего мира, в общем-то, со всеми аэропортами доступными, которые она понимает. Дальше подгрузки происходят по мере необходимости. Соответственно, к ней идет, разумеется, вполне себе нормальный help. Вопрос только в том, что, ну, не всем хочется читать на английском, поэтому мы сразу пройдемся по менюшкам, которые достаточно так развесистый характер имеют, поскольку программка такая, как я уже сказал, что она, в общем-то, вполне себе может быть эквивалентом плана G, а вам может во многом в чем-то его и превосходит. Так, собственно, пару слов про интерфейс. Интерфейс начинается ее, это начинается создание, открытие и сохранение плана полетов. Дальше, как разработчики называют, так называемое GoTo, то есть, куда, собственно, перейти. Ну, это по ходу плана полета будет понятно. Вот эта группа иконок следующая. Дальше, это, соответственно, переход по позициям предыдущей и последующей. Следующее у нас показывать количество детализации. Вот тут вот просто оно зашкаливает возможности, то есть, на самом деле, это вот почему я показываю сразу, чтобы было понятно до того, как я начал составлять пробный план полета, что детализация карты, ну, я, например, Москвы просто беру, допустим, аэропорт Внуково. То есть, какую информацию мы можем лицезреть сразу тут. То есть, ну, вот информация у нас здесь по iOS, информация по НДБ маякам, по полосам, в общем-то, то есть, по большому счету, FlySim Commander предоставляет нам ту же информацию. Здесь, но только FlySim Commander, естественно, у нас является платником. Здесь, соответственно, дальше, если мы используем, здесь появляются на карте, соответственно, так называемые фиксы. Если еще увеличим, то детализацию данных, то к фиксам прибавляются еще и их имена. Далее появляется у нас название приводов. То есть, вот этот вот как раз пункт здесь вот лучше виден. Следующий пункт. Все, пожалуй, еще детализация. Хотя нет, еще что-то она показывает. Сейчас посмотрим, где у нас прибавляется та или иная информация. В данных местах этого не видно. То есть, в общем-то, ладно, остановимся пока так. Вопрос, насколько кому интересна детализация, переключается, в общем-то, вот этими вот кнопками. Следующая вот такая вот группа пиктограмм наверху отображенных показывает уровень детализации все той же самой карты. Единственное, сейчас я перейду в какую-нибудь арестую местность. Ну, допустим, возьмем, например, Италию. Чем еще интересно, что здесь показывается еще и ландшафт. То есть, вот если вот, допустим, посмотреть окрестности Рима, то можно видеть вот уровень детализации именно самой карты. Вот эта пиктограммка показывает аэропорт, загруженный из аддонов, которые у вас устанавливаны. То есть, при первом запуске программа сканирует каталог, где у вас стоят аддоны аэропортов, берет оттуда всю необходимую информацию по ним. Следующее. Показывать или не показывать аэропорты с так называемым грунтовым покрытием. То есть, вот, например, они появляются на карте. Сейчас покрупнее возьму, чтобы было видно. То есть, это если, чтобы опять же не захламлять ее, подсказка, характеризующая то, что данный аэропорт не является аэропортом международного класса. Я не помню там, как они называются, какой именно класс поверхности взлетно-посадочных полос, который не может принимать, понятно, большие лайнеры и так далее. Ну, то есть, те, которые не могут садиться на не специально подготовленные полосы. Так, чтобы увидеть функцию следующей кнопки изображения на карте аэропортов, перейдем вот сюда, вот, группе островов ТНСМ, там и прочее, собственно говоря. Ну, то есть, островные так называемые аэропорты, которые вот у нас, вот они появляются. Вот здесь, например, сейчас покрупнее ее и выберем. Вот, вот. То есть, это аэропорты, которые имеют посадочную поверхность в виде, то есть, водно-посадочную поверхность или так называемую еще мягкую посадочную поверхность на данной карте. Опять, кому это интересно, кто летает, если на самолетах класса амфибий, которые садятся на воду. Иногда это интересно, потому что, допустим, в том же флайсим командоре с этим есть некоторые проблемы. Там не отличишь один аэропорт от другого. Ну, следующие вот эти особо объяснять не буду, потому что они доступны в любом планировщике, понятно, стандартном планировщике и во флайсим командоре, и в препаре 3d. То есть, это VR-маяки, это НДБ-маяки, это Show Way Points, то есть, точки, собственно говоря, на карте, которые являются фиксами там и так далее, Show Way ILS. Дальше, вот таким вот образом, единственное, что ПВХ, она не показывает на крупном масштабе, Jetway, то есть, то есть для VFR-полетов и джеты для IFR-полетов, Instrumental Flight Planners и Visual Flight Planners. То есть, соответственно, высотные и низковысотные линии полетов здесь отображаются. Но, единственное, здесь вот нюанс, что они отображаются в основном на определенном только уровне масштаба. То есть, на крупномасштабной сетке их не видно. Дальше, показывать, не показывать план полета на карте. Соответственно, показывать самолеты, которые симулируются самим симулятором. Здесь сразу забегу чуть-чуть вперед. Есть, как и у FlySim Commander, подключение к симулятору. То есть, можете отслеживать свой самолет на карте. Можете, соответственно, отслеживать и самолеты трафиковые на карте. Вот это вот, собственно говоря, пункт, который показывает эти трафиковые самолеты. Если они присутствуют, следующая кнопка показывать, не показывать пройденный путь на карте вашим самолетом. Показывать, не показывать трафиковые самолеты в их позициях. Причем, при соединении с симулятором, вот в отличие от FlySim Commander, чтобы не грузить сильно. Тут есть настройка симулятор. То есть, через сколько времени опрашивать его состояние. Интересная настройка с точки зрения того, что если, допустим, у вас очень длительный полет в самолетной эшелоне, то опрашивать его там каждые 10 миллисекунд, то есть полсекунды по умолчанию ставить. Это, соответственно, не есть хорошо. Вторая опция еще интереснее. Она обусловлена тем, что если у вас на другом компьютере кто-то играет, например, в симулятор, вы можете здесь загнать IP-адрес машины, на которой это, соответственно, установлен симулятор, подсоединиться к нему на своей машине, отслеживать, собственно говоря, летящего. И также подсоединяться автоматически при запуске программы, если это, опять-таки, необходимо. Ну, в данном случае я взял и соединился, то есть аэропорт Копенгаген и Кейси и Эйч Капстром. Ну, при наведении на него примерно та же информация выдается, как и информация в случае, которая у нас была, когда подключается флайсим-коммандер. Информация по аэропорту. Ваш самолет образуется желтым, вот белым отображаются трафиковые самолеты. Вот, как я говорю, то есть, в общем-то, если трафиковые самолеты нам не нужны, можно их выключить. Ваш самолет не нужен, можно его выключить. Вот эта вот кнопка отрисовывает у нас как таковой план полета. Здесь сверху появляется желтый указатель, который указывает ориентацию карты относить. То есть, карта теперь вообще, если ее пытаться сдвинуть, она будет все время помещать в центр. В центр карты ваш самолет. По умолчанию настройка именно такая. Далее, показывать, куда-то лететь я сейчас не буду. Здесь вот внизу отображается, что же со самолет. У нас сейчас загружен сим. Ну, я загрузился на дефолтном самолете в том самом аэропорту. Прогресс будет показывать прогресс, куда он у нас полетел и как летит тут с целой кучей всякой различной информации. В том числе, здесь указывается, что интересно давление и температура в месте пребывания самолетов. Вообще, это интереснее было бы, конечно, не в препаре и не в FSx, поскольку там с этим проблем посмотреть нет, если бы они еще сделали возможность коннектиться. Хотя он, в принципе, по идее, к X-Plane должен тоже подсоединяться. Механизм подсоединения у нас, в общем-то, один и тот же подключение. Но пока я его не пробовал, честно скажу, с X-Plane, вполне может быть, что он работает с ним. И так дальше, в общем-то, по меню показывать, не показывать сетку. То есть это, собственно говоря, меридианы и широты показываются здесь. Оговорюсь, меридианы и параллели, понятно, да, тут меня поправляют. Вот. Дальше показывать или не показывать, соответственно, страны и название городов. Дальше показывать, не показывать то, что я уже, в общем, тут даже, вот, как видно, можно до масштаба города увеличить карту. Показывать, не показывать рельеф. Если по карте в момент, когда подключен самолет, раз уж пока я про это рассказываю, вам не надо, чтобы карта центрировалась относительно самолета, то вот это вот выключаем, вот эту пиктограммку и тогда можем карту таскать туда, куда мы хотим. Если надо опять вернуть на самолет, то это удобно, например, если мы куда-то там ушли и вот хотим вернуться назад, где мы есть. Вот, пожалуйста, нажимаем, возвращаемся. Следующая кнопка удаляет пройденный самолетом путь, если он был, понятно, вот здесь вот включен. То есть, соответственно, путь, траектория полета самолета записывается и потом вы можете в любой момент времени ее либо использовать, либо не использовать. Вот сетка высот, которая перед этим я говорил, это вот как раз вот про эти горы речь шла. Еще одна очень удобная здесь же, опять же, вещь, то есть здесь карта достаточно сильно увеличивается и, как вот в X-Plane, например, на некоторых моделях самолета, опять же, мы можем на карте аэропорта увидеть прямо в реальном времени все парковочные места, все линии, соответственно, то есть маршрутные дорожки, рулежные дорожки, в том числе с позиции нашего, собственно говоря, самолета, то есть очень удобно, если надо куда-то подрулить или при проектирование плана полета определиться. Плюс расцветкой показано, соответственно, какого типа данные парковочные места в аэропорту назначением, где находится вышка, вот красненьким нарисовано. Дальше вот это вот, это у нас тип карты, то есть вот, правда, перерисовывается она достаточно вот так вот медленно, то есть здесь различные виды, можно ее загрузить. Единственное тут, ну, это на любителя, на самом деле, кому что интересно, сейчас она прогрузится у меня. Ну, то есть вот, допустим, Open Surface Map показывает нам, соответственно, с лесными всякими насаждениями, но так вот схематично показывает трассы. Следующий Open Top Map будет нам показывать гораздо лучше, соответственно, различные трассы, городские, в том числе линии и так далее. То есть, ну, еще вариант такой вот карты, то есть каждый может себе найти здесь вариацию того, что он хочет увидеть, соответственно, на свой вкус. Ну, меня вполне устраивает изначальная карта, так скажем, вполне себе наглядно все выглядит. Ну, если вот здесь еще, опять же, вернусь назад, то есть здесь два варианта отображения базовой карты, то есть можем проекцию Меркатора, так называемая, то есть развернутую на полоскость поверхность рассматривать, либо сферическую поверхность, то есть как кому нравится, увеличивать и приближать, там все зависит от нужд пола на полета, то есть кому что, в общем-то, надо. Если надо быстро вернуться назад, жмем Clare to Home, так называемая, как в любом браузере, вот и возвращаемся в исходную позицию. Следующий блок кнопок, вот это Undo, Redo, Start Position для нового плана полета, режим перетаскивания маршрутных линий, ну, то есть drag and drop, как они его тут называют, разрешение запрещения, Flight Plan from Source, то есть это откуда-то план полета из, допустим, скопированный откуда-то и так далее. Дальше вот эти вот, весь блок вычислений, это когда сейчас будем делать план полетов, покажу отдельно, соответственно, вот это вот, просто сейчас я обзор на интерфейс весь сделаю, а потом уже непосредственно к плану полетов перейду. Здесь у нас, что мы отображаем, либо легенду карты, то есть что у нас, что здесь все очень подробно расписано на карте, какими значками что отображается, но все это я не хочу часово переводить все это, потому что тут многие вещи очевидны, причем непонятно ли, кого чего будет очевидно или нет, то есть, в общем-то, не вижу особого смысла заниматься этим, чтобы не грузить всех, либо, соответственно, в этом доке будут отображаться все аэропорты у нас, ну, не все аэропорты, а доступные нам для планирования, причем они подгружаемые, то есть вот по мере того, как я вот двигаю ползунок, здесь, соответственно, у нас вся база данных загружена в данный момент времени, а то, что у нас отображается на карте, оно вот тут вот, у нас легенда карты в данный момент времени находится ниже, то есть здесь вот можно интерфейс под себя настроить, то есть вот здесь вот что у нас отображать, опять-таки, вот весь план полета отображается у нас здесь, здесь тот же самый план полета с картой высот отображается, примерно такая же функция в 737-х, например, в Боингах есть, дальше можем вообще информационный вот этот вот блок отсюда с карты убрать или добавить, если, допустим, хотим смотреть всю карту, то есть максимальная детализация, это когда вот все включено, дальше показывать, вот опять же не показывать, как я сказал, соответственно, информацию по профилю план полета, высотному имейте в виду профилю, вот, дальше отображать, не про отображать данные о текущем самолете, это при подключении, соответственно, прогресс, это прогресс плана полета, то есть реализация плана полета по мере его выполнения, и то же самое для и самолетов, то есть трафиковых самолетов, показывать, не показывать, по ним, собственно говоря, информацию, вот это вот все, также вот последние, это подсказки, я их уберу с экрана, потому что лично мне они особо не нужны, вот, оставим пока, соответственно, то, что нам здесь надо, также вот здесь вот есть настраиваемая категория информационной базы данных, ну, то есть, чтобы не быть голословным, возьмем Внуково, например, и по нему у нас практически, ну, вот в базе, почему-то город у нас отсутствует, рейтинг даже некоторого этого аэропорта, превышение его, магнитное, стоять, магнитное склонение, правда, не знаю, почему она его берет, частота башни, соответственно, тип гейтов, то есть, могут какой тип самолетов они принимать, длина, самый длинный, соответственно, полосы здесь выводится, и последнее, собственно говоря, где информация по данному аэропорту, то есть, из какого именно файла считана данная информация по вот этому аэропорту, сейчас возьмем что-нибудь покрупнее, например, Kennedy KGFK, Нью-Йоркский аэропорт, он здесь вот, ну, как всегда, понятно, что авторы программы у нас не в России живут, поэтому, естественно, под себя они делали несколько более, основательным, по крайней мере, здесь хоть какие-то названия аэропорта присутствуют, и где, собственно говоря, он в каком городе находится, в какой стране, ну, ладно, в данном случае, как говорится, дареному коню зубы не смотрят, что именно выводить по точке, то есть, ну, как обычно, можно по городу, по стране все аэропорты отфильтровать, то есть, это, в общем-то, стандартный выбор, как и в планировщике, любом уважающем себя плана полетов, можно выбирать, соответственно, по разным категориям, ну, в том же при паре выбирается, в общем, все точно так же, поэтому на этом останавливаться не буду, так вот про это вот док сказал, когда я включал, выключал, это высотная карта, как уже сказал, здесь информация по конкретной, соответственно, точке какой-то плана полета, в том числе, кстати говоря, он умеет работать и с погодой, ну, а здесь у нас будет, вот, собственно, сам план полета содержаться, так, и теперь, собственно говоря, перейдем непосредственно к плану полетов, к его составлению на карте, можно несколькими способами делать, понятно, как и в любом уважающем себя редакторе, ну, сделаем простой план полета, допустим, я хочу слетать из, ну, не из Чикавовского, конечно, из Домодедова, у меня являлось, то вот оно, из Шереметьево, Господи, Домодедово у нас вот тут, из Шереметьево, в Стрегино, Нижний Новгород, ну, такой традиционный, мы план обычно полета, самый простой вариант, рассмотрим контекстное меню, это меню, которое вызывается по правой кнопке, здесь у нас вот доступные пункты, и так, что мы тут увидим в этом меню, ну, во-первых, первое, это Show Information, то есть показать информацию о данном аэропорту, она махновенно отображается у нас здесь, причем открывается, ну, понятно, закладка аэропорт, и все, что доступно, в том числе из каких файлов, сценариев, что именно считано, отобразится у нас вот в этом окошечке. Следующий пункт контекстного меню, это, собственно говоря, построить расстояние, и дальше мы можем, так, с Ctrl, с Shift, не совсем то, что я хотел, так, сейчас еще разочек построить расстояние, и дальше перемещение, собственно, производится по клику, по вот этому, в данном случае у нас, навигатору. Вот, оделся аэропорт Нижнего Новгорода, ну, допустим, вот, до аэропорта Стригена, 214 миль, сразу скажу, что в настройках у нас можно в единицах измерения включить кому хочется километры, футы изменить на метры, ну, то есть, кто летает все время над Россией и на отечественном авиапроме, или, как я, допустим, на авиапроме СССР, то можно иметь, соответственно, все единицы измерения в отечественных единицах измерения, что мы и наблюдаем. 397 у нас километров. Если что-то понаставили, понамерили не то, что нам надо, то здесь везде есть вот remove, то есть удалить все, что вы тут нарисовали. Также из удобных... Из удобных у нас вещей здесь есть по клику на аэропорте. show rings, то есть это вот так называемые зоны, 50-километровая, 100-километровая, ну, стандартная, собственно говоря, 100 километров начало снижения, 50-километров подход уже, собственно говоря, ну и так далее. То есть вот это вот все. Тут тоже имеет у нас место быть. Дальше... Ну, это убрать понятные менюшки, это посчитать в ромбах расстояние, то есть вот два типа расчета расстояния. Ортодроме и лаксодроме, проще говоря. Ну, у меня есть просто ролики, что там, что значит, поэтому сейчас я этим удалять, в это вдаваться не буду. Итак, начнем с этот аэропорт, как аэропорт отправления. Вот он у нас получше появился. Мы тут щелкнем в плане полетов. Наш план полета будет, соответственно, состоять вот сейчас из одной точки. Теперь, собственно говоря, переходим в аэропорт Нижнего Новгорода и ставим Departure, то есть аэропорт... Ох, Господи, Departure... Аэропорт прибытия наш. Вот, Destination. Departure отправления, аэропорт Шереметьево. Аэропорт прибытия у нас, соответственно... И видим, что у нас на... В вертикальном нашем плане полета уже отобразилась некая информация, причем еще и с ТОДом, Top of Descent, с точкой начала снижения. И вот две точки. То есть стандартные, в общем-то, как и для тех, кто привык планировать план полета по... Как во FlySIM Commander, то есть вначале указано о отправлении и прибытии. И дальше, соответственно, получаем уже необходимые нам информацию предварительно по плану полета в виде его длины. Ну, если уж полетим по прямой, тут даже магнитный курс указан у нас сразу же. И дальше. Поехали потихонечку. То есть следующая опция это добавление точек в план нашего полета. Но прежде чем начать точки вручную фигачить, ну, допустим, вот я возьму какую-нибудь точку и добавлю ее. И вот у нас план полета уже пролегает через эту точку. И дальше, вот, собственно говоря, таким вот образом, веселым-развеселым, мы можем добавлять эти все точки. Они вот тут вот весело и радостно появляются. Все у нас информация, в данном случае тын-дыбы, маяки, частоты их отображаются сразу у нас на карте. И, предположим, вот таким вот образом. Ну, понятно, этот план полета я обычно использую для тех самолетов, которые у нас налетают по VAR маякам, NDB маякам. То есть вот таким вот образом. Если чего-то тут вот лишнее понадобавляли, всегда можно перейти сюда, delete selection legs, ну, удалит у нас, соответственно, точку этого полета. Я их сейчас специально все удаляю из плана полета, чтобы показать иную вещь, тут вот есть вот то самое меню, сейчас активировалось после того, как я начал составлять план полета, который, собственно, относится к работе с ним. Ну, первое у нас, собственно говоря, select start position, мы его выбрали изначально. Вот он зеленым у нас кубиком, господи, кружочком был получен, отмечен. Create new flight plan from description, соответственно, вот у нас отобразил благополучно план полета, который мы можем куда-то уже скопировать, но это потом будет интереснее. Сейчас я пока пропущу эту точку, точку, не точку, это пункт меню. И дальше вот эти вот менюшки. Calculator, Radio Navigation, War NDB, Flight Plan. Бам! И, соответственно, у нас, ну, правда, для этого плана полетов она решила ограничиться одним VR-маяком. Сейчас я, наверное, не то у нас, не то. Сейчас лучше это показать над Европой. То есть, вот еще разочек, соответственно, возьмем для примера тот самый Копенгаген. Вот. Возьмем его как аэропорт отправления. И, ну, чтобы не очень тут далеко куда-нибудь лететь, возьмем чего-нибудь немецкое. Это у нас что? Это у нас Frankfurt. Эфрукт. Нет, это не Frankfurt. Буковки мелковатые. Вот он у нас Frankfurt. Куда он делся-то? Вот. Скажем, ему destination, то есть, соответственно, 600 километров у нас сразу нарисовался вот такой план полета. И теперь, если я возьму его по маякам, вот он мне предложит через какой-то там вот пару маяков, через какой он считает нужным соответственно, пролететь. Ну, хорошо это или плохо на самом деле, тут достаточно в моем понимании примитивно, то есть маловата, конечно же, маяков. дальше по high maps, то есть в данном случае вот у нас план полета по высотным линиям, то есть в данном случае IFR, план полетов, и вот у нас он весь отобразился здесь и построился. То есть, в общем-то, понятно, что подобные вещи умеет делать и fly sim commander, ну, еще раз говорю о том, что fly sim commander это платник, который стоит достаточно недешево, для кого, конечно, как. Вот, что мы здесь можем увидеть? Здесь мы можем увидеть, соответственно, информацию по свежепостроенному плану полета, промежуточные точки фикса, через которые он пролегает, трассы, в общем, все стандартный джентльменский набор, в данном случае вот мы можем выбрать этот план полетов, скопировать его в клейпборд, то есть, соответственно, понятно, в буфер обмена и потом из этого буфера обмена вставлять уже куда по мере необходимости, если он вам где-то еще нужен. Вот, теперь с шифтом здесь, разумеется, есть, если мне нужно сразу удалить целый блок всего этого, то я бы получено это удаляет. То же самое VFR, то есть, Visual Flight Player. И вот видим, если я составил для VFR план полета, то у меня появились типы воздушных пространств. Известная, в общем-то, вещь с точки зрения того, что можно на какой минимальной высоте разрешен проход тех или иных точек. То есть, в данном случае, высота 4000 доступна везде и загрузка воздушного пространства в районах аэропортов здесь отображается у нас тоже. То есть, в общем-то, это вот такой способ быстрого планирования нашего плана полета. Так, собственно говоря, последний вариант это некий комбинированный вариант плана полетов, но скорее характерный тоже для VFR полетов в обход загруженных воздушных пространств. Ну, я не знаю, это скорее все для тех, кто играет онлайн, будет, возможно, интересно данный тип, чтобы, в общем-то, не попадать в зоны аэропортов. Ну, он вот так предложил построить данный план полетов. Так, что есть здесь непосредственно? То есть, вот если мы берем какой-то маяк VAR, ну, во-первых, show on map, то есть, можем посмотреть его, где он физически находится, причем в хорошо приближенном варианте. Дальше. Радиус данного, соответственно, маяка радиус его работы. Ну, по мне, несколько здороват этот радиус, но, как это говорится, что дает программа, то дает у нас программа. Для NDB маяков, а вот для NDB маяков радиус гораздо меньше, и, в общем-то, это даже похоже на правду, то есть, вот такое вот ратиус действие данного make-out, который я выбрал, соответственно, можно посмотреть на карте. Когда надоело смотреть, убираем эти круги или оставляем их для себя, то есть, как бы, как вам удобно. То есть, вот это вот контекстное меню все время дают, можно установить центр для поиска, для прокладки расстояния, если мы, соответственно, хотим от какой-то точки прокладывать, просто, чтобы потом удобнее ориентироваться было. Что еще тут из удобств есть, соответственно, есть сразу reverse flight plan, то есть, в данном случае, нам было получено этот же план полета будет построен в обратную сторону, иногда очень удобно, когда есть план полета из одного города в другой, а, соответственно, не хочется прокладывать новые, устраивать существующие, это вот легко здесь делается. так, ну, теперь пока я опять-таки это уберу, вернусь назад в Россию, чтобы показать еще одну вещь, опять тот же самый, возьмем план полета, ну, во-первых, допустим, таки вдруг мы решили, что хотим полететь из другого аэропорта. Не забываем, что вот эта опция должна быть включена, это разрешение редактирования непосредственно на карте, щелкаем по интересующему нас, допустим, отправлению объекту и меняем его на другой аэропорт. Вот видим, что был получен у нас аэропорт отправления в плане полетов изменился. Всегда можно нажать откатиться назад и, соответственно, таким образом мы назад таки откатимся. Теперь, если хотим добавить точку в этом режиме, вот видим, что при пересечении с нашим планом полета появляется вот такой крестик, щелкаем и вот видим, что у нас линия поехала, добавляем интересующую нас точку, она добавляется в план полета. Точно так же можем поступать и дальше соответственно, просто подтягивая наш план полета к нужным нам на карте объектам, чтобы не париться и что-то там куда-то там добавлять. еще один способ редактирования непосредственно на карте нашего полана полетов, причем, да пожалуйста, можно точки создавать прямо-таки на ходу, их описание благополучно появляется. Отредактировать ими точки можно в любой момент времени, задав то, что нам надо, расстояние курса все автоматически пересчитываются, весьма не весьма удобный тоже, так скажем, режим для того, чтобы проектировать план полета на лету и непосредственно собственно по карте опять же говорю и не забываем включать этот режим, чтобы он был активный. Здесь же есть еще одна интересная вещь, любой объект нашего плана полетов, но будь то вот этот МДБ Маяк, можем Show and Search, то есть в поиске показать, здесь во-первых будут видны Duplicate Name, то есть соответственно, что подобные имена имеют место в нескольких соответственно контекстах, ну если данный объект соответственно встречается несколько раз в поиске, а вот сбросить всегда можно выделенные фильтры по регионам и так далее, то есть это интересно, следующее видим, допустим, если регион мы уберем, то видим, что НДБ с названием подобным присутствует еще фигнал в каком количестве мест, вот, иногда интересно посмотреть, сколько всяких дублирующихся у нас место имеет место быть, ну, пожалуй, по контекстному меню и все, ну, центр для поиска, для расчета расстояния, центр для того, чтобы это был Home Position, это если мы вот здесь будем щелкать, всегда он возвращал нас к заданной точке, здесь, кстати говоря, контекстно зависимое меню примерно такой же, с включением того, что здесь есть выделить все и скопировать, но это вообще стандартная вещь, вот, ну, Reset View это, если мы были бы, соответственно, там, то у нас карта вернулась по исходный масштаб, ну, по самому плану полетов, я думаю, тут, в общем-то, и так все по большому счету понятно, то есть, что за объект, регион объект, имя объекта, трасс, если бы она присутствовала, допустим, если все это получено удалить и посчитать по VFR, то вот видим, что у нас тут некие трассы появились, тип объекта заложенный в сценарии, то есть NDBFX, частота, если имеет место быть, расстояние, соответственно, курс, курс по прямой, если следовать на данный объект, дистанции между объектами, оставшиеся дистанции в километрах до точки конечного назначения, время прохождения данного объекта, теперь, вот по этому, вот, в закладке Information, на самом деле, что интересного тут есть, еще это погода, погода берется, то есть, допустим, я выбрал аэропорт назначения для отправления, да и любой другой объект, двойной клик по нему приводит к тому, что переключается информационное окошко на информацию конкретно о данном объекте, и здесь вот в закладке по порядку, если это аэропорт, то это аэропорт, если это другой объект, о нем информация будет на последней закладке, ну, естественно, если в аэропорту вся детальная информация о нем собрана по полосам и так далее, на второй закладке, частоты на третьей, подходы на четвертой, погода, а вот погода здесь, соответственно, из двух источников сразу показывается, то есть, здесь есть ватсимовскую погоду, можно посмотреть сразу же, и, а сервера, соответственно, погодные, показываются здесь, и так, по любому, собственно говоря, объекту, можем смотреть, а не, вру, не по любому объекту, погода показывается только по аэропортам, аэропорт прибытия, вот, имеет, меняется, соответственно, погода показывается для аэропортов, либо прибытия, либо отправления, мэп, здесь указатель, это показать его, данный объект, на карте, ну, и то, в общем-то, вполне себе удобно, с точки зрения того, что информация, подобная, доступна, самое главное, доступно давление, соответственно, в аэропортах, отправление, и прибытия температурные показатели. Так, ну, я думаю, после этого всего, как построить план полета, вполне себе понятно, также, естественно, поддерживается загрузка плана полета, то есть, можно, это у меня спросил, сохранять, не сохранять, можно загрузить план полета для того симулятора, который вы выбрали, то есть, соответственно, вообще не вопрос, с точки зрения того, что можно любой план полета ФСХ припаровский открыть, уже, если он был вами построен, заранее работать с ним здесь, причем все фишки его будут абсолютно доступны, да, еще забыл сказать, что база обновляется из симулятора автоматически на основании того, что у вас там есть, то есть, он не требует раковских циклов, соответственно, данных по объектам, загрузки дополнительные, то есть, информацию он берет непосредственно из вашего симулятора, для какого вы его установили. Так, теперь, если кратко по меню, но новый план полета, понятно, открыть план полета, понятно, на АПН добавить план полета, предыдущие открытые планы полета, Safe Flight Plan S, Select Star Position, это он предлагает из аэропорта отправление, где же мы будем стоять, и дальше сохраняет этот план полета, ну вот, в виде IFAR, в том, как вы видите, в каком есть, то есть, формат Павана-Полоне, по умолчанию, того симулятора, для которого вы его и запустили, то есть, это вот сохранение его, также он умеет сохранить в формате Гармина, ну, кому это надо добавлять к КМЛ, это, соответственно, у Google Maps, в Rock Offline, работать не подключаясь к сети, но это неудобно, карта обновляться будет плохо, сохранить карту в виде картинки, напечатать карту, напечатать план полета, здесь будет спрашиваться, в каком масштабе, какие объекты включать в распечатку, так, по плану полета, это фактически дублирование вот всего вот этой вот менюшки, поэтому здесь рассказывать нечего, я уже пробежался по всем этим пунктам чуть ранее, карта, это то, что вот это вот менюшка у нас, верхняя, по ней я тоже прошелся, указав все, соответственно, возможные варианты, то есть все просто продублированы здесь те же самые кнопки, которые расположены вот в этом вот горизонтальном меню, сценарий лайбрари, для какого, собственно говоря, симулятора, но у меня в данном случае препар, в любой момент времени можно перезагрузить вот этот вот, кстати, тот самый диалог, который вы увидите при первом запуске этой программы, указать каталоги, где сценарий, кфг находится, файлик, где находится сам симулятор, вот, то есть в любой момент времени, если вы поставили какие-то новые аэропорты у себя, сценарии новые, надо вот это вот перезагружать информацию, TOOS, ну, соединиться, я уже показывал эту тему, вот, то есть показать, где находится наш самолет, соединиться с симулятором, ну, в любой момент времени не можно отключиться, разумеется, так, Windows, что именно мы отображаем, и, собственно говоря, это вот это вот менюшка, здесь отвечаю, единственное, в тукус пропустил, прошу прощения, пункт Options, здесь я чуть-чуть заскочил в один из них, ну, во-первых, стартап, загружать, не загружать, последний план полета, грузить, не грузить, последнюю гугловскую карту, восстанавливать карту и дисплей с этим, то есть, как мы все видели, где именно мы окажемся после запуска, то есть, в последней позиции, в домашней позиции, какую мы установили, или по, в соответствии с планом полета, пользовательский интерфейс, здесь центр Flight Planner, центрировать план полета после загрузки, центрировать карту гугла после загрузки, избегать перезаписи полана полета с неуказанным отправлением и прибытием, но это если вы его забыли указать, чтобы он случайно вам не перезаписал, то что надо, размер шрифтов на карте интерфейс, вид интерфейса, дальше, собственно, сама карта, то есть, показывать незаполненные аэропорты, соответственно, детализация в процессе скроллинга карты, масштаб, изменение масштаба, с каким, какого радиуса, правильнее сказать, круги и прочее будет рисоваться на карте, здесь можно задать самому, там, допустим, вместо 50 надо, там, чтобы круги рисовали 75, будет рисовать 75, zoom and click, до какого масштаба уменьшать или увеличивать, правильнее сказать, карту, но в зависимости от того, какой был предыдущий, масштаб, приклики, вот, чувствительность перемещения объектов на карте, по умолчанию, 10 пикселей, дальше, различные цвета, чего, чему будет соответствовать размер символов, то есть, под себя можно настроить, ну, вот эту закладку я уже перенастроил, то есть, здесь можно всю в метрическую систему перевести, можно, соответственно, европейская система, измерения английская система, измерения использовать, так, simulation, aircraft, скорость обновления, соответственно, в данном случае, средняя стоит, с какой частотой будет происходить изменение обновления объектов при подключенном симуляторе, использовать, использовать, не использовать, бокс-мод, решим, коробочки для объектов, отображаемых самолетов и так далее, масштаб символов отображаемых самолетов, кэш, сколько выделяется памяти на диске, максимальный, минимальный разъем памяти, и на диске, соответственно, отдельно устанавливается, план полета, ну, здесь простые вещи, то есть, что первично будет добавляться в план полета, вермайки, ндб, маяки, правила на восточное и западное по, соответственно, высоте пола на полетах, то есть, какую высоту, на какую высоту он будет ориентироваться, и будет ли он вообще на нее ориентироваться, red line, ну, то есть, это вот здесь, собственно говоря, на каких высотах чего тут будет задано, погода, соответственно, откуда мы ее берем, протестировать доступность серверов метаровских и ватсимовских, доступны они или нет, откуда берем, собственно говоря, здесь написано, берет он это все автоматически, если интернет подключен к компьютеру, ну, и некоторые вещи, если мы хотим некоторые сценарии, лабрари, то есть, библиотеки, какие-то добавить, суда, которые не вошли, то есть, библиотеки, сценариев, какие-то, по каким причинам нам хочется какие-то внешние взять, ну, такой какой-то уникальный случай, сюда можно добавить отдельно, ну, вот, в общем-то, и все, что тут есть, в общем, с моей точки зрения, вполне себе интересная программка, единственное, что тут, с моей точки зрения, не хватает явно, в отличие, скажем так, от платника, того же FlySim Commander, или Professional Flight Planner, это сохранение в различных форматах, то есть, здесь доступен, понятно, дефолт, и формат симулятора, и все, то есть, не для каких-то, там PMDG, Flight One, или прочих самолетов, кастомных, здесь план полета не сохраняется, ну, это вот единственный такой, если можно выразиться, недостаток, а так, вполне интересная, удобная программка, и главное, совершенно бесплатная.